Всем привет и спасибо, что смотрите Into the Cryptoverse. Сегодня мы поговорим про биткоин-коррекцию. Если вам нравится этот контент, не забудьте подписаться на канал Into the Cryptoverse, ссылка на который внизу. Итак, погнали к делу. Итак, биткоин скорректировался вниз, и прямо сейчас мы удерживаемся немного выше 8-недельной скользящей средней. И причина, по которой это важно, в том, что, как вы видите, эта 8-недельная скользящая удерживалась как поддержка на протяжении всего этого бычьего рынка. И я не стану исключать, что в этот раз она может не удержать цену, и мы провалимся ниже. И это может быть время, когда мы ее пробьем. Но, что я говорю, то что, опять же, если вы сравните это с двумя циклами назад, то вы можете увидеть, что она также удерживалась достаточно долго как поддержка, но когда мы проваливались ниже, мы уходили до ленты поддержки бычьего рынка. И важная вещь, с которой стоит считаться, заключается в том, что мы тестируем важную краткосрочную линию поддержки, которую мы тестировали уже несколько раз. И если мы все-таки ее не удержим, то мы не так далеко от нашей вот этой 20-недельной ленты поддержки, до которой нам всего-то 25% движения вниз, которую мы не тестировали с октября месяца. Так что, если мы ее протестируем, это не будет самая страшная в мире вещь. Сейчас эта лента находится на уровне 42 тысячи долларов, и завтра она, возможно, будет уже на 44 тысячах долларов, потому что мы закроем новую недельную свечку. И мы с вами уже говорили о том, что есть идея, что мы очень давно не тестировали эту полосу поддержки. И забавно, что мы все еще так ее и не протестировали в краткосроке. Посмотрите, уже 189 дней, исторически говоря, мы даже близко так долго никогда от нее не отрывались. В последнем цикле у нас было вот 140 дней, здесь было 56 дней, здесь было 119 дней. Короче, у нас бывало по 2-3 месяца, но никогда мы не отрывались от нее так долго, чтобы 189 дней или 27 недель провести, не касаясь этой поддержки. И вот почему я продолжаю говорить, что этот цикл больше похож на поза прошлый цикл 2013 года, когда мы вот здесь достаточно похоже, безоткатно росли. Но после этого, когда мы все-таки провалились ниже 8-недельный, когда мы недельной свечой закрылись ниже нее, мы ушли в более затяжную коррекцию до ленты поддержки бычьего рынка, и потом улетели еще выше. Так что, конечно же, в итоге каждый цикл имеет свои характеристики, и ни один из них точно не копирует другой. Но, тем не менее, у нас все еще не было систематического теста этой поддержки с октября месяца. И я, конечно, понимаю, что очень много новых денег приходит в криптопространство. Вы видите, как быстро, когда биткоин падает вниз, его сразу же откупают. Он просто выскакивает, как мячик из-под воды. Потому что очень много заявок на покупку находится в этой зоне, где-то выше 50 тысяч. И, кстати говоря, если вы не видели видео Олеси о Растане, биткоин еще никогда этого не делал, который мы перевели не так давно, посмотрите обязательно, оно тоже на эту тему, и там очень интересные факты. Но мы знаем, как быстро меняются настроения на крипторынке, и вы всегда должны помнить о риске, о риске падения и о риске нахождения в альткоинах, потому что мы знаем, что когда биткоин падает, альткоины зачастую падают еще сильнее, и что биткоин хотя бы временно восстанавливается периодически, но потом все равно уходит в еще больше даунтренд, и альткоины просто окончательно теряют ценность. Так что всегда держите в голове риск падения. Помните, что криптовалюты уже и так достаточно волатильны, и торговлю с плечом – это не очень хорошая идея, и это дополнительный риск потерять всю вашу криптовалюту. Тем более, если вы посмотрите на суперциклы биткоина, вы понимаете, что время на вашей стороне, и те люди, которые торговали с плечом биткоином по 3-4 тысячи долларов и потеряли свои биткоины тогда, возможно, они дико об этом парятся, потому что тогда он стоил 3-4 тысячи, а сейчас он стоит 55. Итак, теперь новички, которые только-только пришли на рынок и, возможно, просто не готовы были к такой коррекции, и, например, залетели просто потому, что кто-то твиттил про доджкоин или типа того, вы должны осознать и принять тот факт, что коррекции – это часть этого пути, и у нас будет достаточно коррекций, и это не всегда безоткатное движение, мы периодически будем возвращаться на ретест всяких уровней, и это не самая плохая вещь, знаете. Итак, зачем я сейчас наблюдаю, если вы хотите знать, зачем я наблюдаю? Вы можете спросить, «Эй, Бен, удержим ли мы восьминедельную скользящую, которую мы удерживали на недельном таймфрейме с октября месяца прошлого года?» Ребята, если мы ее не удержим, то я буду смотреть за 21-недельный скользящий, вот этот регион, где находится лента поддержки бычьего рынка. Если мы упадем туда, то я думаю, что там быки уже как раз вступятся и будут удерживать цену. Я не гарантирую, что мы упадем до этого уровня, я просто говорю, что я верю, что быки, скорее всего, постараются удержать этот уровень в случае, если мы скорректируемся до туда. И также хочу вам напомнить, что наш канал логарифмической регрессии выглядит вот так, и мы всего лишь еще на одну неделю продвинулись. И мы продолжим следовать внутри этого канала. Мы сейчас находимся на 55 тысячах долларов, так что мы находимся буквально прямо на этой восьминедельной краткосрочной линии поддержки. И посмотрим, как мы сможем удержаться на ней. Удастся ли покупателям вернуть цену наверх, или давления продавцов будет достаточно, чтобы опустить ниже. Потому что если мы сейчас не удержим и не отскочим, то мы, скорее всего, занырнем поглубже к вот тем нижним двум мувингам, которые создают ленту поддержки бычьего рынка. И опять же, клевая вещь в том, что время на нашей стороне. И верхняя граница канала по нашей логарифмической регрессии находится на 94 тысячах долларов уже. И она растет на 70 долларов каждый день. Так что чем дольше все это происходит, тем выше поднимается верхняя граница канала. И как вы можете видеть, предыдущий пик и также позапредыдущий пик очень хорошо совпадали с верхней границей. Так что не знаю, надеюсь, это было вам полезно. Я просто хотел напомнить людям, что надо отдыхать и осознавать, что ничего страшного не происходит. Выдыхаем, чилим. Иногда вещи происходят таким образом. Мы немножко корректируемся и выносим слишком переплечованных трейдеров. Так что просто расслабьтесь, зачилите, выдохните, посмотрите на большую картину, отдалитесь. Если вы уберете весь шум здесь и просто посмотрим на месячные свечки. Вот, посмотрите. Вот что мы здесь видим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть месяцев подряд безоткатного роста. Так что это может быть наша первая красная свечка. Красная месячная свечка. Начиная с сентября. Я имею в виду, что мы достаточно долго летели безоткатно. Полгода мы росли, и шесть зеленых месячных свечек подряд – это очень серьезная история. Я думаю, вам придется вернуться в 2013-й, может быть, даже раньше, чтобы найти шесть зеленых месячных свечек подряд. Вот здесь, в 2012 году, есть семь зеленых свечек подряд, месячных зеленых свечек. Но некоторые из них маленькие. Вот тут было еще шесть. У нас здесь было шесть зеленых свечек подряд, потом две красные. И мы снова вернулись выше. Так что, смотрите, опять же, если мы говорим о двойном цикле, о цикле с двумя пиками, то мы можем также ожидать и достаточно серьезную коррекцию перед следующим забросом наверх, как в 2013 году. Так что смотрим на то, что происходит сейчас, и думаем, может быть, что-то подобное произойдет. Ребята, если вам нравится контент, не забудьте подписаться на нас, и также на Бенджамина. Ссылка на его английский канал в описании. Подписывайтесь также на Телегу и на Интердекриптоверс. Будьте осторожны, много сильно не плечуйте. Всем большущего профита. Спасибо, что смотрите. Если вам нравится Бендж, поддержите его, зайдите на сайт, купите его мерч, футболку или еще что-нибудь. Спасибо за просмотр. Терпения вам и иксов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok